здравствуйте уважаемые зрители я рад вас снова приветствовать на канале среда обитания спасибо вам огромное что зашли в очередной раз посмотреть мой видеоролик сегодня он будет несколько необычным в том плане что будем мы сравнивать две соседние страны это великобритания и франция все мы с вами прекрасно знаем что длительное время данные страны были непримиримыми такими соперниками фактически врагами воевали между собой и вот очень интересно конечно же за какие ценности и интересы они воевали и чего они добились сейчас как они выглядят давайте попробуем сравнить две страны мы делаем это впервые великобритания и франция посмотрим два города небольших городом которые также недалеко от друг друга располагаются еще раз повторяю подобное сравнение на канале у меня впервые как обычно в начале ролика я выражаю огромную благодарность всем тем кто заходит на мой канал в мою скромную видеообитель кто подписывается ставит лайки кто пишет комментарии всем огромное спасибо еще раз напоминаю о том что не стоит все таки писать каких-то негативных комментариев они не проходят модерацию в любом случае пожалуйста будьте аккуратны по поводу каких-то нет цензурных выражений агрессивных выражений в том числе и угроз в избежание блокирования своего аккаунта поэтому давайте друзья мои будем предельно уважительно относиться к любому мнению каждого мнение свое и будем предельно сдержанных своих эмоциях кроме всего прочего опять же говорю что мы просто просматриваем определенные материалы и ни в коем случае не кого не унижаем и не оскорбляем и так не будем терять время давайте посмотрим несколько интересных мест в городе гран там что великобритании и потом перенесемся уже непосредственно во францию затем будем просматривать как обычно улицы из более центральной улице и уже там посмотрим где-то частные застройки и так город гран там город в графстве линкольншир великобритании административный центр района южный кестивен население составляет чуть более 30 тысяч человек вот так этот город выглядит со спутника красивый компактный я думаю что достаточно зеленый город будет ну посмотрим по улицам когда будем бродить с вами так ну а во франции мы смотрим город лизию это коммуна на северо-западе франции находится в регионе нормандия департамент кальвиндос центр одноименного округа и кантона лизия является главным городом исторической области земли ош которые примечательны своими долинами и сельхоз угодьями здесь население несколько меньше ну вот чуть поболее двадцати тысяч человек вот так город выглядит со спутника тоже можем посмотреть да ну вот наверное вот эти вот сельхоз угодья уже вот здесь и просматриваются так но пока вернемся в город грант им что великобритании ну и начнем по традиции с просмотра конечно же вокзалов это железнодорожный вокзал вот так выглядит перрон стоит поезд можем наблюдать такая вот территория будут интересный поезд попался вот здесь как обычно во многих вокзалах во многих городах и странах можем наблюдать где хранится в качестве музейного экспоната более какой-то старый такой поезд там или паровоз и так далее то же самое можно наблюдать и здесь вот так выглядит тоже перрон издалека внутрь зайдем ну вот такая вот картина встречает людей которые приезжают в город грантом что великобритании в городе грантом можно заглянуть в музей вот такое двухэтажное здание небольшое есть несколько выставочных залов с определенными элементами старины такая вот лавка здесь где продавались раньше травы различные лекарственные конечно же телевизор посмотрите которые прячутся в тумбочку да где-то я такое уже видел одежды более старых лет вот здесь вот вот конечно же интересная такая выставка с головными уборами различными экспонаты войны недавней такая касса была раньше тоже можно посмотреть одежда ну судя конечно по различным вот этим вот экспонатам по всем залам если посмотреть которые представлены ну как то вот маловато все таки хотя по описанию по отзывам музей может как бы для посетителей много о чем рассказать именно о истории и города и даже страны в целом достаточно много до экспонатов но вот как-то в сами выставки я бы сказал бедноваты стоит посмотреть в городе грантом храм святого вильфрамса вот так выглядит прилегающая территория храму очень старинный старинные старинные такие вот захоронений есть можем посмотреть как выглядит он также внутри конечно же за всем за этим требуется определенный уход требуется определенная реконструкция которая производится систематически это естественно но очень многое сохранилось еще с древних времен вот здесь ученик свежие съемки можем посмотреть вот такую панорамку ночные съемки заметил друзья мои что в городе грантом очень много парков различных вот один из них это парка уинтхэм вот так выглядит интересная такая экспозиция мне понравилось смотрите не знаю как памятник прищепки можно сказать да на смотрите прищепка как будто бы зацепила землю вот она такая смятая очень конечно символично все это выглядит но ограждено наверное люди все-таки подходят к этой прищепки так вот еще такой на территории по есть вот этого парка памятник интересная рука с яблоком до молодильные яблочки возможно символизирует такие вот красоты здесь не знаю что-то сборище деда морозов забег куда-то на дальней дистанции наверное чтобы разнести какие-то подарки но такой вот незамысловатый фонтанчик еще можем посмотреть один парк это парк queen elizabeth вот так выглядит ничего особенного конечно нет такого незамысловатой дорожки вот в принципе даже без наверное я так понимаю какого-либо покрытия вот вам и великобритании как-то неожиданно но тем не менее вот так выглядит да ничего говорю не особенного здесь нет но тем не менее можно просто погулять подышать воздухом где-то отдохнуть на есть такие вот лесные массивы определенные на территории этого парка ну а так в принципе ничем особо не отличается как будто бы такой обычный обычный сквер и еще один парк dysart здесь он конечно выглядит поприличнее вот такие вот интересные места есть есть хотя бы дорожки с твердым покрытием можно не опасаться дождя что утонешь в какой-то грязи ну а здесь демонстрировать демонстрирует конечно же вот еще скалиную охоту вот чем данный парк тоже интересен вернемся назад во францию город лизьем вот так выглядят железнодорожные пути посмотрим здание вокзала перрон такое вот крытое есть место так ну что я хочу сказать сам перрон даже был выглядит может быть здесь и поприличнее получше вот такое покрытие твердое есть и сами железнодорожные пути выглядит как-то поприличнее по ухоженнее скажем так внутри вокзала можем посмотреть но тоже в принципе так хорошо все чисто ухоженно видно конечно же ну а чем-то таким выдающимся конечно же не отличается данное место то что мы и смотрели с вами великобритании в принципе чем-то даже все схожи вот даже такие вот потертости есть но восемнадцатый год возможно это уже сейчас все исправили смотрим также музей в городе лизьем вот так он выглядит такое старинное здание с интересным таким фасадом это деревянная отделка ну хотя уже как-то на вот странно выглядит как странно даже вот как будто бы это игрушечный дом такой непонятный так мы можем посмотреть несколько экспозиций так ну дать поближе посмотрим все эти балки видите они уже конечно под испортились наверное пора бы это все заменять давайте зайдем вовнутрь посмотрим несколько также экспозиции в этом музее некоторые вот здесь тоже предметы старинные представлены можем видеть вот такой интересный конечно же элемент на одежде посмотрите из чего интересно все вот это сделано правильная машина бусы но тут по моему комментарии излишни я думаю все прекрасно знает что это за личность на картине изображена но в общем вот такой небольшой довольно таки скромный музей представлен в городе лизе в городе лизе хочется посмотреть сад и выше вот так он выглядит либо сад священника его еще называют по-другому такие интересные места конечно же с теми парками что мы видели в городе грантом что великобритании это несравнимо даже говорить нечего об этом совершенно иные виды совершенно иные места просто замечательный парк такой еще из интересных мест в городе лизе что во франции хотелось бы посмотреть музей восковых фигур но вот одна из экспозиции вот таким образом выглядит но больше всего что удивило меня на этой панораме это вот четверо детей посмотрите все четверо говорят по телефону по телефону непосредственно и у всех одинаковые цвета их возможно даже одинаковые марки так ну вот такие вот есть фигуры в общем музей там совсем небольшой но по возможности при желании можно посетить также полюбоваться походить по различным выставочным залам ну что ж я думаю что пора уже отправиться на улице и побродить посмотреть уже в этих городах как там все выглядит начинаем мы с города грантем англия обращаю ваше внимание надпись вверху слева есть попадаем вот на такой огромный перекресток перекресток действительно большой здесь сходится несколько дорог можем видеть улицы классические здания для великобритании реклама 18 год съемки такой вот проезд под мостом но здесь вот разметка виде вафельницы так называемый найти какие-то многоквартирные большие дома я думаю вряд ли удастся но тем не менее сейчас похожу еще посмотрю может быть что-то увидим здесь вот такая улица тоже открывается посмотрите ну да классических многоквартирных домов в принципе нет как вот мы привыкли видеть допустим в россии а вот такие малоэтажные здания это конечно же хорошо это не громоздко уютно и выглядит может быть так вот даже более эстетично чем какие-то небоскребы непосредственно отмечаю что везде покрытие идет такой вот плиточная просто замечательная хотя некоторые места не нужно доводить до ума здесь вот посмотрите тоже вот какие-то по росту травы неизвестно откуда вылезли не хватает в любом случае зелени все закатано в плитку в асфальт может быть зелени надо и добавить таких цветочных композиций чего к сожалению нет так вот на такую улицу попадаем здесь уже более крупные массивные дома интересные архитектуры такая вот построечка идет тоже различные видим участки вот элементы какой-то лепнины присутствует и эркеры вот такие вот интересные здание все очень хорошем состоянии но конечно же вот вот это вот хаос мне не нравится в том что плане что здесь одна плитка здесь другая здесь 3 вообще вот заделано там он четвертый вообще вид в принципе просматривается более крупная посмотрите как то вот тоже это это вот называется уже хаос хотя конечно все чисто здорово уютно еще один такой интересный райончик посмотрите настолько все вот аккуратно все сделано до проблема вот с этим с красным кирпичом пожалуйста видите да скорее всего проходило строительство даже в холодное время года здесь красный кирпич как-то вот более-менее выглядит видим что везде дорожки асфальтированы есть небольшие газончики еще на одну такую вот достаточно крупную улицу попадаем мы в городе грантом что в англии посмотрим такой парк либо сквер будем говорить но здесь какие-то ремонты проводятся достаточно много листьев ну да все сразу не уберешь не сделаешь вот ну в принципе очень уютный тоже такой район но что минус это конечно же вот этот бесконечные вывески рекламные всевозможные ну вот можно было как ты поскромнее это делать что-то подобное можно наблюдать и еще пока в российских городах точно так же улица вот это очень длинная с хорошей дорожные инфраструктуры видим безбарьерная среда светофоры вот такие вот аккуратные маленькие ну что ж в англии с крупными улицами по моему все понятно давайте переносимся мы теперь во францию и погуляем по улицам в городе лизье вот такие вот виды нам открывается здесь вот небольшое круговое движение опять же говорю люблю такие перекрестки из-за того что можно посмотреть сразу несколько улиц ну что ж вот здесь честно говоря обычно я не даю комментариев но мне больше нравится вот эти вот места более мне кажется они как-то ухоженные и уютные более добавлено больше красок вообще в город ну в принципе и дома здесь конечно же повыше не такие уютные улочки как то что мы видели сейчас в англии но тем не менее они тоже не отпугивающие отличное дорожное покрытие ну вот если в англии мы смотрели там конечно инфраструктуру по дороге мне кажется получше будет чем вот во франции здесь но может быть это не везде сейчас еще посмотрим еще одно такое вот непонятно и конечно же круговое движение в принципе это круговое движение вот так оформлен этот кружок здесь также открывается такой вот замечательный вид вдали видим собор довольно таки большой ну и прилегающая территория выглядит конечно же просто замечательно так здесь в городе лизье расположен монастырь насколько я знаю и и вот по правой стороне мы видим вот такую пятиэтажку смотрите насколько она длинная ну что выглядит она очень замечательно очень хороший фасад опять же обращаю ваше внимание на дорожное покрытие что нет как-то вот разметки особой да нет но дорожное покрытие здесь тоже намного лучше вот такие вот участки всадить как оформлены здорово очень красиво но вот такие места больше напоминает конечно же каменные джунгли просто-напросто ни одной зелени нигде не видим вот эти вот дома слеплены друг с другом не промежутка ничего и очень узкие улочки здесь дома достаточно высокие так же же к сожалению огромное количество вот такой рекламы мучают общий вид города ну а в принципе все строения выглядят тоже замечательно еще одна улочка конечно тут мы уже отошли от центра но посмотрите все лестницы все выкрашенные очень хорошем ухоженном состоянии видим придомовая территория тоже самое здесь вот такой вот заборчик проходит вот очень уютные места очень уютные улочки выглядит просто шикарно но вот такое круговое движение уже ближе на самую окраину мы подошли и вот она здесь существует хотя в принципе даже на этом месте я бы сказал что тоже достаточно прилично все ну что ж пора посмотреть нам частную застройку и назад возвращаемся в англию город грантем но хотя вот наверное именно какие-то частные дома здесь фактически найти будет невозможно в том плане что частная застройка больше представлена вот такими вот зданиями ну что хочу сказать опять же да чувствуется ухоженность прилегающей территории замечательные но жить вот такой вот кому не просто вот такое общежитие через стену я не знаю я уже как-то говорил это больше похоже на жилые гаражи которые очень часто можно встретить у нас в краснодарском крае это вот на самом деле вот так вот таким образом выглядит может быть это более социальное жилье не знаю но я думаю что ничего в этом хорошего даже нет такое состояние здесь калитки непонятно какой это просто вот общежитие с отдельным входом здесь вот тоже самое причем тоже вроде бы как по высоте здание одинаковые но вот постройка сама постройка именно стиль застройки вот совершенно различные материалы различные тут один кирпич там другой кирпич да и вот здесь тоже самое высота нарушена ну вот такое чувство что это бывшие гаражи вот сюда заезжал автомобиль сейчас все это переоборудовали переделывали и устроили вот такие жилые помещения трубы страшные перенес в другой район вроде бы как по спутнику видно что это и отдельно стоящее здание но нет нет все то же самое фактически ну вот здесь вот тоже на здание это на два хозяина и так понимаем вот входит 1 2 2 входа ну вот это как-то коммуна какая-то просто коммуна да и все в общем к сожалению вот такие вот даже не знаю это наверное частный может быть также не частные застройки в общем не порадовала окраина не порадовал меня великобритании ничего в этом плане ничего интересного не нашел вот это вот ну как-то приземленно даже и не совсем приятно выглядит есть вот такие вот застройки одноэтажные но тоже это опять же на несколько хозяев посмотрите очень маленькие скромные низкие такие но это опять же не тот классический частный сектор которому мы больше привыкли итак перейдем во францию город лизио вот так выглядит частная застройка да конечно же здесь уже картина другая и как бы более приятно взгляду но вот на этой улице хоть мы находимся во франции вот если бы не какие-то элементы вот декора скажем так то судя по зданиям я бы стал наверное это опять же великобритания что это англия очень похожие постройки так вот здесь вот еще интереснее постройки тоже одноэтажные но достаточно что-то как-то вот прям страшные такие тоже и так понимаю что это не на одного хозяина низкие очень низкие просто вот крыши больше похоже вот такой какой-то длинный сарай это все на мой взгляд частная застройка и вот ближе даже окраина в франции выглядит несколько лучше чем великобритании но это мое субъективное мнение которое я редко выражаю ну вот опять же на самую окраину мы попали круговое движение заметил и даже оформлена на неплохо и вообще вот прилегающие территории то же самое как-то более приятному взгляду более ярко более красочно как говорил уже по крупным улицам так но вот здесь совершенно иная картина опять же говорю как привыкли мы выглядит частный сектор именно в россии там и близлежащих стран вот и здесь во франции то же самое наблюдаем такую изумительную картину посмотрите какой двор здесь плитка здесь зеленый участок расположен ничего лишнего все скромно но и со вкусом и еще одну улицу давайте посмотрим и на этом будем заканчивать мой обзор сравнением тоже здесь уже более классические застройки частного сектора но посмотрите как вся улица оформлена сколько зеленых насаждений какой ландшафтный вот такой подход к ландшафтным дизайну сделан ну просто выглядит очень хорошо с другой стороны ничего особенного нет никаких великих суда вливаний там я думаю что денежных средств этого не стоит но тем не менее посмотрите какой замечательный вот здесь забор вот хочется остановиться возле вот этого дома и полюбоваться все продумано даже почтовый ящику здесь он сделан посмотрите ну что ж на этом я заканчиваю свой обзор сравнения всем огромное спасибо что досмотрели ролик до конца кто не подписался обязательно подпишитесь напишите комментарии все что вы думаете по поводу того что увидели поставьте лайк ну а мы с вами как всегда увидимся на канале среда обитания всем до свидания а а а а